Главные новости Беларуси за неделю всего за 10 минут в новом выпуске. Все сразу приступим. Актуальная тема недели вполне предсказуемая. С учетом нынешней ситуации, Лукашенко продолжает увиливать от вступления в войну, но получает официальный титул соагрессора и санкции на максимальной мощности. Это если очень кратко. Чем еще жила Беларусь на этой неделе, расскажу сразу после напоминания о том, что читать последние новости и аналитические статьи можно каждый день на нашем сайте malanka.media. Если лень устанавливать VPN, все материалы доступны на Яндекс.Дзене. Ну и не забывайте поддерживать честные новости лайками, подписками и комментариями. Это займет меньше минуты, но осчастливит всю команду Маланки. Одним из главных вопросов начала недели был, удастся ли двум диктаторам убедить коллег по ОДКБ, что бороться с украинскими нацистами нужно всем скопом. Какие только речи не звучали по этому поводу во время саммита. Но, увы и ах, к сожалению, агрессоров. Конечно, страны-соседки их воззвание не оценили и в войну вмешиваться не собираются, как и поддерживать российское вторжение. Да и помогать обходить санкции России и Беларуси никто тоже не будет. Свои прибыль и репутация дороже. Так что агрессивному тандему пришлось вернуться по домам только лишь с планами по импортозамещению, которое тоже пока непонятно как в условиях санкции будет реализовываться. Но война на этом, конечно, не прекратилась, как и ее поддержка со стороны нелегитимного. Теперь в стране уже проходят мобилизационные учения на границе с Украиной, разминируют территории, где все это время находились российские войска, а один из белорусских аэродромов готовят в качестве полноценной военной базы для России. Кроме того, угроза атаки со стороны Беларуси, по мнению экспертов, сохраняется. Поэтому Украина решила усилить границу со стороны Житомирской области, чтобы не допустить вторжения оккупантов и уже начала строить по всей линии бетонный забор. Без громких заявлений тоже не обошлось. На неделе пропагандисты трубили о том, что в конце этого года произойдет вооруженное вторжение Польши, Украины и Литвы в Беларусь. Да с резней и кровопролитием. Это цитата. Так что теперь стало чуть более понятно, откуда на страну готовилось нападение. А чтобы его остановить, непризнанный якобы купил у России нужное количество комплексов С-400 и Искандер. На какие деньги в условиях нынешнего кризиса и огромных долгов, не очень понятно. Но техника прибудет в Беларусь уже к концу года. Вот как бывший президент испугался национально-освободительного движения, о котором заявили бойцы батальона имени Костуся Калиновского. Они продолжают бороться с диктаторами на территории Украины. Увы, не без потерь. На этой неделе в боях погиб уже шестой белорус-доброволец Павел с позывным Волот. По-своему сражается с агрессорами и весь цивилизованный мир, продолжая помогать Украине не только оружием, но и санкциями против диктаторов. Одна из важнейших новостей недели. Европарламент предложил распространить все санкции ЕС, введенные против России, и на Беларусь из-за той роли, которую режим сыграл в содействии войне. Так что с учетом уже введенных санкций против нелегитимного за прошлое преступления, режим в скором времени пробьет очередное кризисное дно. В этом контексте фраза бывшего о том, что его девиз «только вперед» заиграла уже другими красками. Не обошлось и без санкций от других стран. Австралийские затронули предприятия военно-промышленного комплекса, а Канада и Новая Зеландия добавили персональных в отношении военных идеологов и чиновников. Из-за санкций оказался заблокирован практически весь экспорт Беларуси в страны ЕС и Северной Америке на сумму порядка 16-18 миллиардов долларов. Интересно, как долго еще так называемый премьер, учитывая эти цифры, сможет повторять излюбленную мантру о том, что санкции режиму на руку. А дальше будет хуже, потому как санкции пока себя еще не показали в полной мере, и чем дальше, тем больше будет сокращаться экспорт. Продолжается и арест белорусского имущества на территории Украины. На этот раз два агрессора лишились миллиарда долларов. Кроме того, киевская прокуратура изъяла 20 белорусских мазов, а это еще минус 680 тысяч долларов для режима. Правда, добиться санкций в отношении одного из кошельков Лукашенко, владельца Санта-Бремер, у которого пока еще остаются лоббисты в ЕС, не получилось. Но, несмотря на эту защиту, у компании из-за санкций наблюдаются серьезные проблемы с доступом к сырью, в частности к норвежскому лососю. Серьезные неприятности наблюдаются и у других предприятий страны. Как заявляют эксперты, отечественная промышленность из драйвера роста экономики превратилась в ее тормоз, и в Беларуси ускорилось снижение ВВП, несмотря на оптимистичные прогнозы чиновников. В связи с этим Лукашенко снова едет на встречу с Путиным. Давно ж не виделись, всего неделю. Ибо вопрос с импортозамещением и обходом санкций нужно решать как можно быстрее. Правда, как, пока непонятно. Один из самых острых вопросов – санкции против одного из крупнейших предприятий страны – Беларуськалия, которая сейчас переживает тяжелые времена. Страдают и зарплаты, и полноценная работа. Заменить белорусского поставщика удобрений на мировом рынке уже готова Канада. Так что мировым голодом режим пугать уже не сможет. Как ни странно, но тут надежду режиму на спасение флагмана дала Украина. Генеральный секретарь ООН призвал смягчить санкции против белорусских и российских удобрений, при условии, что необходимое миру украинское зерно будет транзитом идти через Беларусь в литовский порт. Насколько вероятно такое развитие событий, мы поговорили с экспертом в новом выпуске «Народ спросит». Смотрите на канале уже завтра. Тем временем демократические силы продолжают делать все возможное и невозможное, чтобы белорусский режим получил за свои действия по полной. На этот раз офис Тихановской отправился с визитом в латиноамериканские страны, чтобы лишить Лукашенко и их поддержки. На неделе прошла первая встреча на высоком уровне с королевой Испанией Летицией. Лукашенко же пытается проявлять дружелюбие из последних сил. Если не к правительствам стран Балтии, то хотя бы к жителям. Ради собственной выгоды, естественно. Надеясь заработать на туристах, режим продлил без виз до конца года, а заодно и повысил стоимость дизельного топлива в приграничных районах. Как говорится, заправляйтесь на здоровье. Главное, чтобы в этих условиях еще и цены на соль не выросли. За ней же массово в страну едут литовцы и латыши. Что же в это время происходит с экономикой? Ожидаемо ничего хорошего. Если кратко, Беларусь заняла одно из первых мест в Европе по росту цен. А реальные доходы белорусов сразу в четырех областях страны упали впервые за пять лет. Хуже всего с зарплатами дело обстоит в Могилевской области. И при этом цены не думают останавливаться в росте. В ближайшее время в стране подорожает детское питание, потому как цены на него отпустила специальная комиссия. Перебои будут даже с картошкой. В продаже появилась египетская. В два раза дороже, чем в прошлом году. А с наличием белорусской могут быть проблемы из-за ограничений чиновников и не самого высокого урожая. Зато вот сахара в стране точно будет в достатке. Скоро в Беларусь завезут аж 20 тысяч тонн. На всякий случай, чтобы всем хватило. На чем же будет зарабатывать режим? Конечно, на белорусах. Уже в следующем году в стране запустят специальную супербазу доходов населения, чтобы никто не ушел от налогов. В общем, режим явно работает по методичке из книги Оруэлла. А чтобы никто не спойлерил, запретил издание 1984 к продаже на территории страны. Наверное, чтобы было интереснее, чем это все закончится. Судя по последним событиям и происходящему в сфере образования, в стране так и вовсе скоро могут запретить читать. Потому что новая волна репрессий захлестнула как раз литературу. На неделе силовики ворвались в столичный книжный магазин, который только что открылся. Продавца и директор задержали, а также конфисковали 200 книг на белорусском языке. Это же ужас, какая запрещенка в Беларуси-то. Хотя стоит отметить, что учить родной язык так называемой власти пора бы уже на всех уровнях. Один из кринжей недели – табличка о культурно-исторической ценности Троицкой церкви, на которой нашлось немало ошибок. Кстати, большую подборку агротрэша недели вы найдете в большом обзоре на нашем сайте. Не забудьте поделиться с друзьями. Впрочем, репрессии недели коснулись не только литературы, но также и медиков. Госконтроль, прикрыв сеть медцентров ЛАДЭ, взялся теперь из-за Нардин. Якобы там тоже немало нарушений, в том числе и финансовых. Продолжились в стране и аресты врачей. Правда, в связи с каким делом на этот раз, пока не ясно. Что до политзаключенных, то их число в стране продолжает расти. А в суде начали рассматривать дело Автуховича. Напомню, главный фигурант – предприниматель Николай Автухович, которому чего только не приписывают. И измену государству, и содействие в террористической деятельности, и покушение на захват власти, и многое-многое другое. Всего 15 статей Уголовного кодекса. Страшный, в общем, человек, по мнению режима, а посему в зале суда должен находиться непременно в клетке. Аналитики говорят, что, возможно, именно Автухович может стать первой жертвой режима и его поправок в Уголовный кодекс, согласно которым, теперь Лукашенко может расстреливать даже за подготовку так называемых актов терроризма. К слову, приобретут ли казни массовый характер в стране? В условиях и без того жестких репрессий мы поговорили с экспертом в нашем ток-шоу на Маланка Лайв. Смотрите по ссылке в описании. Вчера, кстати, во многих городах проходили акции в связи с Днем политзаключенных Беларуси. В день годовщины смерти в колонии активиста Витольда Ашурка. Напомню, что под каждым нашим роликом вы найдете полезные ссылки, как помочь узникам режима и их семьям. Такой была эта неделя. Не обошлось и без премьер на Маланке. О грузинском городе-приюте для белорусских беженцев Батуми наша команда рассказала в новом документальном фильме. А о том, как белорусы продолжают творить, несмотря ни на что, вы узнаете в новом выпуске Маланка Арт. Ну и как же без итогового выпуска новостей регионов? Он тоже уже на канале. Не забудьте подписаться, чтобы не пропускать ничего интересного и важного. И побольше нам хорошего на следующей неделе.